Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 4 октября, день Кодрата. Сегодня почитается память святого апостола Кодрата, одного из 70 апостолов. Он проповедовал Слово Божие среди язычников, был в сане епископа. Согласно преданию, он уничтожил идольские жертвы, разрушил идолов и свою молитву разорил бесовские храмы. Многих людей обратил в христианство. Это вызвало ненависть со стороны язычников. Они пытались побить Кодрата камнями, потом в темнице долго морили голодом. Умер он после долгих мучений. Сегодняшний день именуют днем Кондрата и днем Матвея. Наши предки сегодня читали заговоры, исполняли обряды, которые способствовали плодородию на будущий год. Сегодня обязательно работали, так как только труд сулит благополучие и прибыль. Как это верно и по сей день. Так как погода становилась холоднее, то с вечера топили авины. Авин – хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молотьбой. Постройка состояла из ямы, где располагалась печь без трубы, а также из верхнего яруса, куда складывались снопы. Жар проходил через решетку и подсушивал снопы. Работников сегодня угощали овсяной кашей и напутствовали. Молотильщикам – каши горшок, а хозяину – хлеба ворошок. Наши предки верили, что в нижней половине под авином живет особый дух – авинник. Его надо было уважать, чтобы он не устроил пожара. Авинник заботился о том, чтобы авинь не топили в праздники, ветреные и неурожайные дни. Авинник появлялся перед пожаром, принимал образ черного кота или человека с всклокоченными черными волосами. Приметы. Если погода сегодня солнечная и теплая, а ветер дует с северо-востока или с севера, зима будет холодной. Какая погода сегодня, так она продержится еще 4 недели. Если сегодня резко похолодало, зима уже близко. Если днем холодно, а ночью становится теплее, это к ненастью. Так, включаем. И пошло у нас. Делаем фарш из проросшей пшеницы. О, пошло. Хороший фарш получается. Да. Смотрите, как вы ее прорастили. Специально оставила один отросточек. Вот аж 4 усика, и они где-то по 2 сантиметра уже. Это еще лучше или хуже, когда маленький отросточек? Вот объясните. Вот смотри, мы с тобой как раз, помнишь, как-то рассказывали о пяти первоэлементах, из которых начинает строиться мир. И вот смотри, ты как раз сказала, вот смотри, зерно, вот он один отросточек, вот он второй отросточек, вот он третий отросточек, вот он четвертый отросточек и вот он пятый. А почему нет шестого, а почему нет четвертого? Мы еще не выросли. А помнишь, я тебе рассказывал о том, как строится пространство. Пространство строится с позиции пяти первоэлементов. Значит, в середине зерно, в середине зерно, да? И оно дает отросточек раз, два, три, четыре, то есть закономерно идут четыре направления, не три, не пять, а именно четыре. Вот она как раз вот по этим вот силам и действует. То есть это прямо наглядный пример, наглядный образ сотворения мира, да, из мелочи. И более того, да, из мелочи, и еще я вам покажу удивительную вещь. Мы с вами берем, разрезаем яблочко вот так вот, яблочко разрезали, да, и считаем, сколько тут камер? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. А почему пять? Вот почему пять, а не шесть, а не три, а не четыре? Потому что пять элементов... Пять вот этих вот первоэлементов действует... И, напишите, напомните... Начинает строиться. Эти пять элементов? Пять первоэлементов это эфир, это воздух, это огонь, это вода и земля. Очень красиво. По индуйской терминологии. Хорошо. У китайцев несколько там она иная. Ну, то есть я показал почему. И поэтому вот этот как раз потенциал, который идет с пространства, вот он только начинает, он самый мощный, естественно, будет нас очень хорошо питать. Вы представляете, какая у нас получится вселенская просто клубничка. Вот он фарш. Итак, фарш из проросшенной пшеницы. И сейчас я буду лепить вот эти самые наши клубнички. Хорошо? Да? С удовольствием. Кстати, что мы еще здесь используем? Свекольный сок. Свекольный сок. Он хорошо очень окрашивает, ну и потом... В качестве пигмента берем, естественно, свекольный сок. И вместо сахара, который я использовала в своем ванильском детстве, я решила использовать кунжут. Сим-сим, откройся. Семена кунжута. Он и ароматный, и масло там есть. Дело в том, что сахар, конечно, толку ничего не давал, кроме того вкуса. А вот кунжутные семена используются, и хлеб кунжутом обсыпается, ну и ряд других продуктов. Почему? Да потому что кунжутное семя по своим свойствам, она горячая. И за счет этого улучшаются процессы пищеварения и усвоение того же хлеба, что немаловажно. Видишь, почему кунжут так поменялся. А вот это узбекские лепешки, арабские, они все с кунжутом, чтобы лучше пищеварение шло? Чтобы лучше шло пищеварение. Потому что в любое семя еще вносит свои, будем говорить, живые субстанции, и делает наш продукт более целебным. Целебие. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной и вещей, предсказывающей будущее, была птица с женской головой Гамаю. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активные легкие. Поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение молчания сегодня приветствуется. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok